Здравствуйте! На протяжении двух предыдущих уроков мы с вами говорили о целях и задачах Трудового кодекса, говорили о существенных условиях Трудового договора, о правах и обязанностях работы дателя. И вот сегодня мы переходим к основополагающему моменту заключения Трудового договора. Сегодня мы подробно поговорим, как, с кем, когда, на каких условиях, и как заключается этот Трудовой договор. Заключение Трудового договора – это очень важный момент в судьбе каждого работника и работодателя. Поэтому мы сейчас посмотрим, как же закон определяет этот порядок заключения Трудового договора. Первое, с чего мы начнем, это возраст, с которого заключается Трудовой договор. Сейчас мы посмотрим, с какого времени у нас заключается Трудовой договор, с какого возраста, вернее. Заключение Трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. То есть, если у нас по Гражданскому кодексу совершеннолетие наступает с 18-летнего возраста, то Трудовой кодекс допускает заключение Трудового договора с лицами, достигшими 16-летнего возраста. Почему законодатель определил именно этот возраст? Почему именно с 16-летнего возраста заключается трудовой договор? Предполагается, что к 15-16 годам ребенок закончил обязательное образование. То есть получил начальное обязательное образование. Если он дальше не желает продлевать свое образование, то есть учиться в более старших классах или в каких-то средних, специальных или высших учебных заведениях, то куда он должен пойти? Он должен пойти, соответственно, работать. И вот чтобы он пошел работать, законодатель предусматривает, что этот возраст он устанавливает именно в 16 лет. Однако это как бы общее правило. Однако из каждого правила имеются исключения. В случае получения основного общего образования лица, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения, трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет. Ну, это норма права, это норма, как бы уже исключающая норма по отношению к основному возрасту 16-летнему. Распространяется на тех лиц, которые учились-учились, учились-учились, но вот как бы то самое, уже и доучиться никак не могут, поэтому и в 15 лет они могут заключить, значит, трудовой договор с работодателем в этом возрасте. Имеется еще и более низкий возраст заключения трудового договора. Согласие одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и попечительства, этот трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими возраста 14 лет. Для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения. Ну вот видите, до более низкого может быть снижен этот возраст заключения трудового договора, однако здесь существует ряд условий. Во-первых, в согласии одного из родителей. И сразу тут возникает вопрос, а если возражает второй родитель? Родитель закон этого вопроса не урегулирует. Но мне так думается, что все-таки если один родитель разрешает, а другой запрещает, если говорить о нормах семейного права, то у нас оба родителя имеют равные права. То я так полагаю, что все-таки в таком случае, когда один из родителей возражает, чтобы и ребенок с 14-летнего возраста приступил к работе, то я думаю, что в этом случае с данным работником 14-летним не должен заключаться трудовой договор, поскольку родитель возражает, один из родителей возражает. Значит, требуется согласие органов опеки и попечительства. Значит, они как бы у нас вот здесь вот в этой статье указаны как бы в скобочках. Но я полагаю, что это распространяется на те случаи, когда дети находятся в органах социальной защиты. Однако я думаю, что в случае заключения трудового договора в любом случае согласие органов опеки и попечительства должно быть испрошено, поскольку все-таки 14-летний возраст. Согласитесь, это очень исключительный возраст. Тем более нормы МОД, это Международная организация труда, говорят о том, что вот в таком возрасте заключение трудового договора все-таки не допускается. Они более склонны к тому, чтобы все-таки предельный возраст был 16-летний. Вот эти вот Международные нормы Организации труда говорят об этом. Однако вот наше законодательство все-таки допускает, значит, что лица в более младшем возрасте могут заключать трудовые договоры. В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается согласие одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и попечительства заключения трудового договора с лицами, достигавшими возраста 14 лет, для участия в создании или исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Вы знаете, что у нас существуют различные организации, где вот в основном это организации кинематографии, театральной, телевидения, там, где привлекаются дети для участия в этих, для работы в этих организациях. С ними тоже должен каким-то образом заключаться трудовой договор. В этом случае законодатель допускает снизить возраст ниже 14 лет, и причем, обратите внимание, предельного возраста не указывать. То есть, как бы, с ребенком в любом возрасте, получается, от рождения можно заключить, вот в этом случае, трудовой договор. Но здесь тоже требуются определенные условия. Этими условиями является, во-первых, согласие одного из родителей, опять же, одного. Я думаю, здесь ситуация та же, что если один из родителей возражает, то все-таки не следует допускать детей к работе вот в таких организациях. Обязательно согласие, вот здесь как бы выделено и подчеркнуто, что органы опеки и попечительства должно быть дано на заключение этого трудового договора. И чтобы, значит, это как бы не было без ущерба для здоровья и навственного развития ребенка. Однако законодатель не говорит о том, каким образом будет определяться вот этот вот ущерб для здоровья ребенка. И вы знаете, что у нас, в общем-то, достаточно много в истории нашей известных случаев, когда дети привлекались, в частности, в кино для съемки фильмов в детском возрасте. И зато в дальнейшем, когда вот они были маленькие, красивенькие, хорошенькие, их поснимали в каких-то фильмах, где они приобрели колоссальнейшую популярность, что бесспорно сказалось, очень сильно сказалось на нравственном здоровье этих детей. А в последующем, когда они стали взрослыми, по тем или иным причинам их не стали снимать, и в результате этого произошел очень сильный надлом детской психики. Поэтому я полагаю, что вот в этих случаях очень индивидуально, очень как бы строго надо подходить к тому, чтобы давать разрешение на заключение трудового договора вот с такими детьми, с тем, чтобы не сломать их психику. Ну, что касается цирков, там известно, что существуют цирковые династии, там уже дети, они, говорят, рождаются в опилках и начинают, в общем-то, свой путь, буквально там с трех-пяти лет работают цирковыми артистами. И с ними заключаются тоже трудовые договоры. Если говорить о практике, то на практике, с учетом того, что сейчас у нас очень много коммерческих организаций, практически не существует государственных организаций, то я вам могу сказать, что трудоустройство вот таких лиц, которые являются несовершеннолетними, очень и очень проблематично. Совершеннолетние лица, имеющие определенный опыт работы, квалификацию, знания и даже образование, не всегда в состоянии устроиться на ту или иную работу. А уж несовершеннолетних работодатели стараются брать, вернее, не брать вообще, или уж брать только тогда, когда, как говорится, больше деваться некуда. Поскольку, значит, для несовершеннолетних предусмотрены дополнительные гарантии и компенсации во время работы, то есть у них и сокращенный рабочий день, у них и более длинный отпуск, они и не могут привлекаться к тяжелым работам, они не могут привлекаться к работам, связанным с материальной ответственностью, они не могут привлекаться к ряду других работ, поэтому, в общем-то, поскольку, чтобы не иметь вот такую, как говорится, головную боль, работодатель, как правило, старается отказать в приеме на работу вот таким лицам. Но существуют профессии, например, профессии, допустим, водителя, где никак не может быть понижен возраст заключения трудового договора в силу того, что, допустим, водительские права у нас по закону, по правилу, могут получать только лица, достигшие 18-летнего возраста. И, допустим, для этой профессии уже снижение возраста вот этого вот заключения, его с 16, там, тем более 15 и 14 лет, оно, в общем-то, как бы вообще недопустимо. Ну, например, ряд профессий, где связан с материальной ответственностью, там тоже договор полной материальной ответственности может только заключен быть с лицами, достигшим 18-летнего возраста, поэтому там вот тоже заключение трудового договора вот с такого возраста, оно недопустимо. Какие же гарантии предоставляются работникам при заключении трудового договора? Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какой отказ следует считать необоснованным? Необоснованным следует считать тот отказ, который не предусмотрен вот теми нормами, которые имеются в трудовом кодексе. А именно, первое, что говорит законодатель, запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Если к работодателю приходит устраиваться беременная женщина, то он не может ей отказать в принятии на работу по этим мотивам. Если такая ситуация произошла, ну, работодатели у нас тоже грамотные, они тоже читают кодекс, они могут сказать, что мы там отказываем, потому что вот у нас нет вакансии. Хотя для женщин, допустим, очевидно, что ей отказывают именно по этим мотивам. В этом случае, посчитав такой отказ необоснованным, она может обратиться в инспекцию труда, либо, значит, в суд. И если, допустим, предложение должности профессии поступило публично, а публичное предложение, вы знаете, допустим, объявление в газете, дано, что такая должность является вакантной, на нее приглашаются. Или, допустим, ну, сейчас уже, конечно, редко встречается, раньше это было очень распространено, прямо на воротах какого-либо предприятия, или при входе в него висит огромное объявление, которым написано, требуются такие-то, такие-то работники. И если человек пришел, соответствует квалификации должности и той профессии, которая там востребована, требуется, на этом предприятии ему отказали, и он полагает, что причиной отказа стало наличие у него маленьких детей, либо беременность, вот, в частности, у женщины, то она может обратиться в суд за защитой своих прав, и такой отказ будет считаться необоснованным. Запрещается отказывать заключение трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя в течение одного месяца со дня умольнения с прежнего места работы. Ну, в общем-то, это требование, как бы, такая гарантия, которая обеспечивает работнику то, что если уж он с прежней работы уволился, и, значит, было согласие обеих сторон, то есть тот работодатель отпускает, а этот принимает, то уж он не может уже, дав такое согласие, передумать, поскольку работник уже, как бы, ушел с прежней работы, и обязан он его, вот этот новый работодатель, в порядке перевода, принять к себе новую работу. Но если в течение месяца работник не пришел на эту работу, ну, может быть, передумал, или какие-либо у него были другие причины, то уже может считаться, что вот это предложение, оно как бы не действует. Но все-таки такая гарантия законодательством установлена, если вас направляют в порядке перевода, то вы не вправе, значит, отказаться от принятия такого работника. Сейчас, в общем-то, в ряде организаций принимаются по конкурсу работники. И тоже, если работник, значит, выиграл конкурс у вас, и, значит, по результатам конкурса вы его обязаны принять на работу, он только может сам отказаться. Если он сам откажется от этой работы, то тогда договор трудовой не заключается. Если же он выиграл конкурс, то вы его обязаны принять на работу, и вы ему уже не вправе отказать. По требованию лица, которому отказан в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. То есть законодатель обязывает письменно сообщить, почему вы отказываете принять на работу то или иное лицо. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. Для чего законодатель именно и предусматривает вот эту вот письменную форму отказа в принятии на работу, поскольку в ней указывается причина, почему работник не принимается на ту или иную работу. И если эта причина, как говорится, является необоснованной, то суд обяжет работодателя заключить такое трудовое соглашение с этим работником. Далее. Какие документы требуются при заключении трудового договора? При заключении трудового договора лицо, поступившее на работу, предъявляет работодателю. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Я уже неоднократно об этом говорила, что трудовой договор является сугубо индивидуальным, личным. Именно поэтому паспорт или другой документ, который удостоверяет личность данного работника, является необходимым документом, который требуется при заключении трудового договора. Для того, чтобы установить, что именно это лицо, что именно этот работник, этот конкретный работник заключает с вами трудовой договор, трудовое соглашение. И в трудовом договоре, значит, в шапке в начале договора пишется фамилия, имя, отчество полностью. А в конце договора, там, где стороны договора, где ставятся подписи, значит, работодатель ставит свою подпись и печать. Работник, поскольку печати не имеет, пишутся все его паспортные данные. Паспортные данные указываются, значит, указывается номер паспорта, там, где, когда, кем он выдан, то есть все положенные паспортные данные, а также по какому адресу зарегистрирован данный паспорт. И после этого работник ставит свою подпись. Поэтому паспорт или документ, удостоверяющий личность, является обязательным. Без него невозможно заключение трудового договора. Следующий документ, который является обязательным при заключении трудового договора. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства. Значит, трудовая книжка, мы о ней поговорим чуть позже и подробнее, но трудовая книжка – это тот документ, в который производится вам запись о приеме на работу, об увольнении с работы, об изменениях и прекращениях трудового договора. Поэтому трудовая книжка является важнейшим документом. Особенно вы почувствуете какой-то важный документ, когда подойдет время назначения пенсии, поскольку в пенсионный стаж будут включаться только те работы, которые вам внесены в трудовую книжку, о которых вам сделана запись. Поэтому трудовая книжка является тем документом, который тоже предъявляется при поступлении на работу обязательно. Это в том случае, если работник ранее работал, у него, как говорится, предполагается, должна быть трудовая книжка. Если работник пришел после школы к вам, или в том случае, как мы с вами говорили, в 16 лет, в 15 лет, то, естественно, трудовой книжки у него быть не может. В этом случае он принимается без трудовой книжки, предъявляет справку о том, что он только закончил школу, как бы нигде больше не работал. И в этом случае ему работодатель обязан завести, открыть новую трудовую книжку, сделав в нее соответствующую вот эту первую запись. И потом, в дальнейшем, сделав вот эту первую запись, эта трудовая книжка будет следовать в дальнейшем с ним во всей его трудовой деятельности и будет отражать все этапы его трудового пути. Поэтому трудовая книжка является как бы обязательным. Если работник поступает на работу на условиях совместительства, то, значит, с места работы он приносит, с того основного места работы, где он работает, где у него находится трудовая книжка, он приносит справку о том, что там он работает, Это у него там основная работа, а здесь он будет работать по совместительству. В этом случае с ним заключается только трудовой договор, и в этом случае трудовая книжка с него не требуется. Наличие такой справки тоже для него является обязательным. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Этот документ, который тоже не так давно, как говорится, вошел в нашу жизнь, но этот документ представляется работодателю для того, чтобы работодатель с той зарплаты, которая вам начисляется, обязан производить отчисления в пенсионный фонд. Поэтому вы представляете этот документ о страховое свидетельство, так называемое, пенсионного страхования, для того, чтобы работодатель знал, куда, на какой счет перечислять, производить вам вот эти отчисления, которые идут потом в эту вашу пенсию. Поэтому это тоже очень важный, существенный документ, и предоставление его тоже обязательным является. Если работник также поступает на работу впервые, как вот в том случае с трудовой книжкой, то, естественно, страхового свидетельства пенсионного страхования у него не будет. Он поступает без этого документа. Но работодатель обязан потом, в дальнейшем, чтобы у него, значит, сделать так, чтобы этот документ у него появился. То есть, значит, ну, открыть ему этот документ, как бы завести этот ему документ. Документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ну, этот документ, он как бы вот требуется для военнообязанных. И он, ну, во-первых, работодатель смотрит, прошел воинскую службу, не прошел воинскую службу. Лицо, которое находится в призывном возрасте, он определяет. И для того, чтобы, ну, видимо, для того, чтобы было учтено, что вот работает именно военнообязанный на данном предприятии. И поэтому, в общем-то, этот документ тоже требуется, и он включен законодателем в перечень обязательных документов, которые требуются при поступлении на работу. Документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки. Ну, это тоже, в общем-то, понятный документ. Если, допустим, вы претендуете занять должность врача, то, соответственно, у вас должен быть обязательно диплом врача. Если у вас, вы такого диплома не предъявляете, если у вас такого документа нет, то, соответственно, работодатель может отказать вам, значит, в том, чтобы вот принять вас именно на эту работу, мотивируя это тем, что у вас отсутствуют необходимые знания, необходимые квалификации для выполнения той или иной работы. Поэтому диплом об образовании, где требуются специальные знания, он обязателен. Могут быть и затребованы работодателем другие документы, иные документы. Ну, допустим, принимают вас на должность водителя, значит, работодатель обязательно потребует с вас, чтобы вы предъявили наличие у вас водительских прав. Иначе он просто вас не может посадить на машину, иначе вы просто не можете выполнять там должность водителя или, допустим, таксиста, там, где, как говорится, машина является основным средством и орудием труда. Если вы принимаетесь на работу, на должность в качестве, допустим, там, водителя работников крана или там работать с котлами, то у вас обязательно должен быть доступ, допуск для работы с этими механизмами. Если вы принимаетесь на эту работу, то работодатель вправе потребует с вас эти документы, дающие вам право работать с этими механизмами. Если этих документов у вас не будет, то работодатель вправе вам отказать в приеме на работу. Если вы работаете, допустим, в столовых, то обязательно может потребовать работодатель с вас наличие медицинской книжки, из которой следует, что вы, значит, или в детском дошкольном учреждении, там, где связано это все с повышенной возможностью произвести, ну, заразить продукты или детей, то потребуется у вас обязательно медицинскую книжку. Это тоже его право, и вы обязаны ее предоставить, поскольку ваша работа будет сопряжена вот с такими, с продуктами там или с малыми детьми, с тем, чтобы их не заразить. То есть это те дополнительные документы, которые требуются при определенных специальностях и квалификациях, но вот те документы, которые перечислены в статье 63, о которых я вам сказала, они являются обязательными, и без них работодатель вправе отказать вам в заключении трудового договора. Запрещается требовать от лица поступившего на работу документы, помимо предусмотренных настоящим кодексом и иными федеральными законами, указами президента Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации. То есть вот в этой статье говорится, что запрещается какие-либо здесь неперечисленные требовать. Если потребуется с вас что-то особенное, что-то другое, то, что неперечисленное, вы вправе сказать, что статья 65 этого документа при приеме на работу при заключении трудового договора не требует, поэтому вы не вправе у меня требовать. Например, могут сказать какие-то характеристики, рекомендации. Нет, не предусмотрено. А вот если в каких-либо указах президента, значит, постановлениях правительства Российской Федерации говорится, что на данную должность именно требуется еще и предъявление такого документа, то тогда вы уже обязаны этот документ предоставить. Например, на замещение должности государственного гражданского служащего требуется обязательно предъявление декларации о доходах. Если у вас такой декларации не имеется, то есть вы ее не сдавали, то при поступлении на государственную гражданскую службу вы обязаны задекларировать все свои предыдущие доходы, все свое имущество. Только в этом случае, значит, вы будете приняты на эту государственную гражданскую службу. Это положение определено не трудовым кодексом, а законом о государственной гражданской службе. То есть вот такие вот есть некоторые нюансы. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем. Но это то, о чем я вам говорила, что если работник приходит, не имея вот этих вот соответствующих документов, трудовой книжки и документов о пенсионном страховании, то работодатель обязан эти документы на впервые поступившего работника оформить. Может быть, и такая ситуация, допустим, что приходит работник и говорит о том, что да, я вот раньше работал, но трудовую книжку я утратил, утерял. В этом случае работодатель обязан принять его без трудовой книжки и выдать ему новую трудовую книжку, которая будет называться дубликат. Дубликат. Если работник сможет, значит, как бы собрать справки о предыдущих местах работы, то ему работодатель обязан внести эти предыдущие места работы. Если таких справок не потребуется, то у него трудовая деятельность начнется с того момента, когда будет выдан этот дубликат и когда будет это записано в трудовой книжке. Как я вам уже сказала, что трудовая книжка – это вообще особый документ. Мы сейчас с вами поговорим о нем более подробно, поскольку это трудовая книжка, как бы ваш второй паспорт. Если паспорт отражает вас как личность, то есть ваше положение, как бы социальное положение, трудовая книжка отражает ваше трудовое, так если можно сказать, положение. То есть все, что вы прошли, все, где вы трудились, как, кем, в качестве кого, какие имели поощрения. Наказание в трудовую книжку не вносится, но об этом мы сейчас с вами поговорим. Итак, трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Следует отметить, что существует постановление правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года, номер 225, о трудовых книжках. Это постановление определяет, регулирует правила ведения, хранения трудовых книжек, правила внесения в них записи, правила выдачи трудовых книжек. То есть все, что в этих книжках вообще может быть записано, потому что в трудовой книжке нельзя писать, как захочется и что захочется. Существует определенный, совершенно четкий порядок, по которому вносятся записи в трудовой книжке. Вот этот порядок осуществляется, как я вам уже сказала, вот этим вот постановлением правительства Российской Федерации. Следует отметить, что с 1 января 2004 года, в общем-то, введены как бы новые трудовые книжки. Однако это не означает, что те трудовые книжки того образца, которые были ранее у работников, которые уже давно работают, что они каким-то либо образом отменяются. То есть действуют и те, и другие трудовые книжки. Если работник сейчас поступает на работу, ему вот сейчас, значит, оформляется эта трудовая книжка, то она оформляется уже вот нового образца. Те работники, которые работали ранее в этой трудовой книжке, значит, по этой трудовой книжке, по старой трудовой книжке, эта трудовая книжка для них также и остается, и она является действительной. Тут ничего не требуется, и не надо этого бояться, не надо этого пугаться. Работайте и по той, и другой трудовой книжке, и обе они являются действительными. Работодатель, за исключением работодателей физических лиц, обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше в пяти дней, и в случае, если работа в этой организации является для работника основной. Итак, законодатель обязывает работодателя, за исключением работодателя физического лица, завести трудовую книжку, оформить трудовую книжку на работающего у него работника, если он проработал свыше пяти дней. Это говорит о том, что если работник принят на работу, то в течение, в общем-то, пяти дней ему должна быть сделана соответствующая запись в трудовой книжке, что он принят на работу, как, в качестве кого и на основании чего, приказа, распоряжения или трудового договора. Обо всем этом в трудовой книжке имеются графы. Эти графы предусматривают сначала дату, когда принят работник, затем в качестве кого он принят, и затем графа оснований принятия на работу. То есть, либо это приказ распоряжения, либо это, значит, трудовой договор. Как только работник принимается на работу, в принципе, вот, как бы, нормальный работник отдела кадров тут же вносит запись в трудовую книжку о приеме на работу. Не следует откладывать это до того момента, когда работник станет увольняться. Значит, первое, что ставится в трудовую книжку, это название организации, вот пишется, там принят, там, допустим, вот, современный гуманитарный университет пишется. Потом идет дата, принят в качестве преподавателя, там, оснований, там, приказ или трудовой договор. Вот, таким образом оформляется прием на работу. Сразу же, как только работник заключил трудовой договор, или в срок, вот, по крайней мере, срок должен не превышать пяти дней. Значит, для того, чтобы и, как бы, стимулировать, вот, так вот, как бы, не давать расслабляться работодателю, работник вправе, а нормальный, хороший кадровик и обязан знакомить с записями, производимыми в трудовой книжке работника регулярно и своевременно. То есть, хотя бы раз, там, в полгода работник отдела кадров обязан показать вам, вот, что у вас вот такие-то вот записи в трудовую книжку. Если у вас производились какие-то изменения, внесены в эту трудовую книжку, какие-то новые записи, то с каждой новой записью, вносимой в трудовую книжку, вот, по этому постановлению, по этой инструкции, которая утверждена этим постановлением, работодатель обязан. И вообще, у хорошего кадровика всегда в трудовой книжечке, вот, к ней всегда приложена такая вот, ну, такая вот, как бы, бумажечка, в которой написано. Дата с записями в трудовой книжке ознакомлен и согласен, подпись работника, значит, и это тогда, как говорится, гарантирует работодателю и работнику отдела кадров, что работник не будет спорить о том, что какие записи ему сделаны в трудовую книжку. То есть он систематически, регулярно с ними знакомится и видит, что ему там написали, что ему туда внесли. Поэтому, если же работник, работодатель не проявляет вот такую вот инициативу, то работник сам вправе проявить такую инициативу, прийти и посмотреть, что же пишется в его трудовую книжку. Поскольку изменения уже потом в записи, они, конечно, вносятся, записи изменяющие, если запись произведена неправильно, но их уже, в общем-то, вносить сложнее, чем сразу следить за тем, чтобы они были сделаны правильно. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Итак, вот законодатель перечисляет то, что вносится в трудовую книжку, то, что там должно быть записано. Значит, выполняемая работа, как я вам сказала, на основании чего принята, выполняемая работа, вносится поощрение в трудовую книжку. Существует там отдельная специальная графа, где записано поощрение за работу. Смотрите, следите за тем, что если вы поощрялись на работе, чтобы эти сведения тоже были записаны в вашу трудовую книжку, поскольку это, ну, ни на зарплату, может, не влияет, ни на что не влияет, но, по крайней мере, если вы придете на другую работу, будет видно, что вы хороший работник, вы хорошо работали. Это будет положительно характеризовать вас на новом месте работы, если вы будете переходить на нее. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. Это очень важный момент трудового кодекса, который говорит о том, что сведения о каких-либо наложенных дисциплинарных взысканиях, выговоре, замечании, в трудовую книжку не вносятся. Они остаются на бумаге в приказе, которым вынесены эти взыскания. Ну, я думаю, что это такая вот, в общем-то, гуманная мера, которая дает возможность работнику, как говорится, если он совершил какой-то проступок, не очень это вот афишируется, если он переходит на другую работу. Но, однако, если этим дисциплинарным взысканием является увольнение, увольнение – это как бы высшая мера дисциплинарного взыскания, то в этом случае запись, значит, вносится, поскольку, ну, это является основанием для прекращения трудового договора. Не внести такую запись в трудовую книжку просто невозможно. Поэтому такое уж нарушение трудовой дисциплины вам будет обязательно внесено в вашу трудовую книжку. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносите трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Значит, вы работаете по основному месту работы, как я уже сказала, вы не предоставляете какой-либо, значит, вы не предоставляете трудовую книжку при работе по совместительству. Трудовая книжка у вас лежит на основном месте работы. Но если вы захотите, если у вас будет такое желание, то вы можете принести, значит, справку с работы по совместительству. И в этом случае вам будет занесена такая запись. Вносить ее или не вносить в свою трудовую книжку решаете вы сами. То есть это как бы ваше право вносить ее или не вносить. Если вы потребовали, то у работодателя возникает обязанность внести соответствующую запись в вашу трудовую книжку, что вы работали там, где-то там на другой работе по совместительству. Но вот на мой взгляд, все-таки, мне кажется, что такую запись следует вносить, поскольку вы работаете и там, и тут. И от каждой заработной платы происходит отчисление в фонд социального страхования, в фенсионный фонд. И для того, чтобы не возникало вопросов, а почему у вас ваши платежи вдруг выше, чем те, которые идут по основному месту работы, вы можете сказать, а вот я еще работал по совместительству. И дополнительно с того места работы, где я работал по совместительству, мне произвели соответствующие записи. И поэтому у меня остальные платежи еще идут и от места работы по совместительству. Значит, вот мы поговорили о том, с какого возраста заключается, какие документы требуются при заключении трудового договора. Сейчас мы поговорим о форме трудового договора. Мы, в принципе, так или иначе, о ней говорили на предыдущих уроках. Но сейчас мы скажем о том, что статья 67 предусматривает форму трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Значит, вот законодатель говорит о том, что трудовой договор заключается в письменной форме. Если ранее, по ранее существующему, действующему к ЗОТу, кодексу законов о труде, значит, достаточно было приказа распоряжения, и вы считались принятыми на работу совместительства заключенный трудовой договор, то сейчас, значит, требуется заключение договора в письменном виде. О том, что в него включается, мы с вами подробно говорили на предыдущих уроках. Но поскольку форма договора законодательством предусмотрена письменная, то обращаю ваше внимание, раз договор заключен в письменной форме, это основные нормы права, не только трудового, но и гражданского, если договор заключен в письменной форме, то все изменения в этот договор вносятся только в письменной форме. Если вам работодатель говорит, ну, ты знаешь, вот давай мы так с тобой поменяем, я тебе там вот буду то-то-то, никогда не соглашайтесь на это. Если вам предлагается каким-либо образом изменить ваши трудовые обязанности, ваши зарплаты или что-то иное, вы должны составить об этом либо новый трудовой договор, либо дополнение к этому трудовому договору, где оговорить все, что вам предлагается. Поскольку договор заключен в письменной форме, то, значит, и все изменения, еще раз подчеркиваю, должны в него вноситься только в письменной и ни в какой иной форме. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе сведомо или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней, со дня фактического допущения работника к работе. Но вот эта норма права, она говорит о том, что уж коли работодатели бывают разные, там и работники не всегда могут последить, даже если трудовой договор заключен в ненадлежащем образом, то он все равно считается заключенным, если работника допустили к работе. Коль допустили к работе, то, значит, считается этот договор заключенным. В дальнейшем можно внести в него изменения, если он заключен ненадлежащим образом. Однако он действует, и все права и обязанности, вытекающие из этого договора, распространяются как на работника, так и на работодателя. Если работник допустил фактически к работе, и, кстати, такие дела часто встречаются в судебной практике, когда работник, не оформляя трудового договора, не оформляя приказа, не делая записи трудовой книжки, допускает работника к работе, а потом вдруг по каким-либо причинам отказывается в дальнейшем с ним сотрудничать и работать. Говорит о том, что вот я ничего не заключал, поэтому я с ним работать не буду. Нет, значит, законодатель в данном случае встает на стороне работника, и, в общем-то, правильно делает, если вы фактически допустили работника, и ему удастся доказать это в судебном заседании, что он был допущен к работе вами или вашим представителям, то в этом случае вы будете обязаны продолжить с ним трудовые отношения и будете обязаны заключить с ним трудовой договор. Если вы это не делаете в добровольном порядке, то это обяжет сделать вас суд. Далее. При прием на работу оформляется приказом, распоряжением работы дателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа распоряжения работы дателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ распоряжения работы дателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащую заверенную копию указанного приказа распоряжения. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующим в организации правил внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. Кроме трудового договора еще издается приказ или распоряжение, но это внутренний документ, но тем не менее законодатель обязывает, что с этим документом работник должен быть ознакомлен, и как положено составлять приказ. Сейчас в нем излагается все, что говорится в этом приказе, и внизу обязательно сделайте такая запись. С приказом ознакомлено, где работник должен расписаться, когда, в какое время он был с ним ознакомлен. Это дает гарантию того, что работник знает, что он принят на работу или куда-то переведен, или что-то еще с ним произошло в его трудовой деятельности. Если работник потребует, чтобы ему дали все документы, приказ, распоряжение и все остальное, что он потребует, все, что связано с его трудовой деятельностью, то работодатель обязан в течение трех дней выдать ему эти документы надлежащим образом заверенные. Это тоже требование закона. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника с целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что работник принят без испытания. Испытание при приеме на работу не допускается для Лиц, поступивших на работу по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке установленным законом. Беременных женщин. Лиц, не достигших возраста 18 лет. Лиц, окончивших образовательные учреждения начальнего среднего высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу по получаемой специальности. Лиц, избранных, выбранных на выбранную оплачиваемую должность. Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по соглашению между работодателем. Срок испытаний не может превышать трех месяцев, а для руководителей организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений и организаций шести месяцев. Испытание при приеме на работу устанавливается трудовым кодексом. Значит, испытание как бы дается не только, тут не надо расценивать его, что это как бы испытывают только работники, это испытание как бы и для работодателя. То есть обе стороны могут, как говорится, дается возможность присмотреться к этому, к этой работе и, значит, решить, подходит ли она или не подходит. Ну, конечно, в первую очередь испытание устанавливается работодателем, поскольку он принимает человека с улицы, страны, он не знает ни его знания, ни его квалификацию, ни его опыт работы. Поэтому вот он устанавливает ему такое испытание. Испытание может быть предусмотрено до трех месяцев. Если в трудовом договоре срок испытаний не оговорен, то считается, что работник принят без испытательного срока. Чем как бы чреват этот испытательный срок, то есть, значит, работодатель по окончании, за три дня до окончания этого срока испытательного, который он ему установил, допустим, три месяца, за три дня до окончания этих трех месяцев, может сказать, что по тем или иным причинам ты нам не подходишь, не прошел испытание, поэтому дальше мы с тобой договор заключать не будем. Если работодатель, как говорится, промолчал, не расторг этот трудовой договор после истечения испытательного срока, то считается, что работник прошел этот испытательный срок, если работодатель промолчал, то работник прошел этот испытательный срок, и работник уже считается далее работающим по трудовому договору и прошедшим испытательный срок. Установление испытательного срока является необязательным То есть работодатель может принять работника как с испытательным сроком, так и без испытательного срока Но практика показывает, что в основном работники принимаются сейчас, как правило, с испытательным сроком Говорю с тем, что присмотреться один к другому, может присмотреться Работник во время испытательного срока может тоже расторгнуть трудовой договор до течения испытательного срока по собственному желанию На этом время наших сегодняшней лекции урока истекло. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.